Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 10 мая вы смотрите обзор главных агральных новостей. Рубль укрепился и обрушил внутренние цены на зерно. Производители удобрений теряют экспортную выручку и просят правительству помочь. Российский зерновой союз призвал отложить введение системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Эти и другие новости далее в выпуске. Несмотря на то, что прошлая рабочая неделя в России была короткой, национальная валюта успела наделать шуму. Курс доллара к рублю снизился к пятнице до 66 рублей, чего не случалось уже два года. И это выглядит особенно странным, если вспомнить, что два месяца назад курс доллара взлетал до 121 рубля, а евро – до 132. Почему сейчас произошло это укрепление? РБК Инвестиции опросили разных экспертов и пришли к выводу, что всему виной жесткий валютный контроль со стороны государства, а также профицит торгового баланса. То есть, с одной стороны, российские компании-экспортеры сегодня обязаны продавать 80% валютной выручки, а с другой стороны, из-за санкции импорт в Россию упал и вслед за ним сократился спрос на иностранную валюту. А еще выросли цены на нефть, которая тоже продается в долларах. Если говорить грубо, то сейчас в страну валюты поступает больше, чем уезжает из страны. Подробнее читайте на РБК, профессионалы объясняют лучше. А мы, как любители, посмотрели на внутренние российские цены на зерно и увидели, что они снижаются. Вот какие данные приводит Союз экспортеров зерна. В глубоководных портах пшеница стоит 16 570 рублей за тонну без НДС, на малой воде 15 650 рублей за тонну без НДС. Базис, СПТ, порт и Азово-Черноморского бассейна. Глава Совэкон Андрей Сизов предположил, что динамика курса доллара поменяется. Но вопрос когда? А текущая ситуация многих, и в первую очередь на юге страны, может сподвигнуть уходить зерном в новый сезон. Аналитический центр Агроспекер отметил, что рубль кошмарит российскую экономику уже 4 месяц, и нынешнее укрепление теперь угрожает экспортной промышленности России. С дорогим рублем наши товары становятся неконкурентоспособны. Это приводит к тому, что экономика сжимается, может сжаться вообще до потребностей нашего немногочисленного населения, которое, к сожалению, не настолько богато, чтобы за счет покупки товаров по высоким ценам содержать все экспортоориентированные отрасли страны. Впрочем, мы вообще пока точно не знаем, кому и что в итоге будет позволено экспортировать. Дело в том, что президент России 3 мая подписал указ об ответных экономических мерах России в связи с недружественными действиями отдельных государств. Один из пунктов этого указа гласит, что организации и физические лица, которые находятся под юрисдикцией России, не должны экспортировать продукты и сырье, если поставка осуществляется в пользу лиц, попавших под российские санкции. Перечень этих лиц пока неизвестен и должен быть утвержден до 13 мая. На прошлой неделе мы узнали, что санкции исполнили мечты многих аграриев. Минеральные удобрения перестали уезжать за рубеж, ну или, по крайней мере, перестали уезжать в прежних объемах. Сколько НПК поставлено за границу, выяснить трудно, потому что Федеральная таможенная служба закрыла от широкой публики статистику. Но зато можно ориентироваться на заявления, которые делают сами производители удобрений. Они сообщают, что в результате антироссийских санкций и поломанной логистики их экспортная выручка сократилась на 15-70%. Принцип «продавай на внутренний рынок и будет тебе счастье» в этом случае не работает, потому что на внутреннем рынке цены заморожены на уровне мая-июля 2021 года. К тому же правительство России в лице вице-премьеры Виктории Абрамченко и министра Дмитрия Патрушева уже не раз заявляло, что практику фиксации цен нужно продолжить до конца 2022 года, а то и до середины 2023. Что делать? Российский союз промышленников и предпринимателей обратился в кабинет министров с просьбой дать производителям удобрений возможность хотя бы проиндексировать эти замороженные цены. Проиндексировать на уровень продовольственной инфляции или на уровень промышленной инфляции. Судя по всему, правительство это предложение приняло, потому что Минпромторг пообещал к концу мая представить согласованные с антимонопольной службой и Минсельхозом идей по повышению цен. Союз также высказал и другое соображение, которое может отразиться на ценах. Нужно разрешить дистрибуторской сети увеличить наценку с текущих 5% до 10%, но комментариев от профильных ведомств на этот счет пока нет. Производители удобрений предлагали также временно снизить НДС с текущих 20% до 10%, но Минфин посчитал, что это приведет к недополучению налога в сумме 63,4 млрд рублей. И предложение отверг. Производители пестицидов в Евразийском экономическом союзе получили право до конца 2023 года ввозить некоторые действующие вещества со ставкой пошлины в размере 0%. Импорт ДВ без пошлин допускается только если эти вещества будут использованы на производство сред защиты растений. Пошлину обнулили на оксифлорофен, монобутиловый эфир этиленгликоля, метальдегид, хлормикватхлорид, диметилдиканамид, диметилформамид и еще несколько соединений, которые не выпускаются в России. Мира будет способствовать импортозамещению, а также развитию отечественной химической промышленности, отметил заместитель гендиректора фирмы Август Владимир Алгинин. И еще одна новость, которая касается сельскохозяйственной химии. Как вы помните, в России с 1 июля 2022 года должна заработать федеральная государственная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Растеневоды к этому не готовы, утверждает Российский Зерновой Союз. Объединение направило вице-премьеру Виктории Абрамченко обращение, в котором попросило перенести срок введения этой системы прослеживаемости на 1 июля 2024 года. Какие аргументы приводит Российский Зерновой Союз? Во-первых, система предполагает, что каждый сельхозпроизводитель должен будет указать кадастровый номер участка, где хранится, применяется или утилизируется пестицид. А в России все еще есть земельные массивы, которые не поставлены на кадастровый учет, так как требуют законодательства. Во-вторых, предполагается, что в системе нужно будет заранее указывать сроки и место применения препаратов. Но сделать это на практике не представляется возможным, потому что применение пестицидов зависит от погодных условий, например, температуры или осадков. В-третьих, в 2022 году был протестирован только один модуль в ГИС ППА, посвященный ввозу и доставки пестицидов, а вот другие модули, например, для ввода информации о применении пестицидов, регистрации остатков, апробированы не были. Наконец, Российский Зерновой Союз ссылается на то, что мелкие хозяйства зачастую не имеют современных компьютеров, устойчивого интернета и тем более IT-поддержки, которая потребуется для работы в системе. Обращение доступно на сайте Российского Зернового Союза. Российские законодатели смягчили норму допустимого перегруза. С 15 апреля 2022 года допустимый, то есть ненаказуемый перегруз по общей массе транспортного средства или по осям составит 10% от допустимой массы транспортного средства или, соответственно, от допустимой нагрузки на ось. Такая норма содержится в статье 29 Федерального закона об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Согласно прежней редакции Федерального закона, допустимый перегруз составлял всего 2%. Теперь и элеваторы готовы принимать машины с перегрузом, который не превышает 10%. Хорошая новость напоследок. В прошлом выпуске мы вас огорчили известием об аварии на Федоровском гидроузле, который снабжал водой около половины рисовых чеков в Краснодарском крае. Гидроузел по-прежнему ремонтируют. На прошлой неделе место аварии посетил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Мы надеемся, что исход этой истории будет благополучным. Зато в этом году после восьмилетней паузы будет посеян рис в Республике Крым. Правда, площадь рисовых чеков в Крыму с кубанскими не сравнить. Культура займет всего 632 гектара. Минсельхоз Республики объяснил это тем, что после перекрытия Северокрымского канала 38 хозяйств перестали заниматься возделыванием этой культуры. 8 лет назад на полуострове рисом было занято 13500 гектаров. Минсельхозе Крыма отметили, что если модернизировать миллиаративные системы, то за 2-3 года можно вернуться к прежним показателям по площади возделывания риса. За каких-то 2-3 года. Этого времени, я думаю, как раз будет достаточно для того, чтобы россияне доели овсяные хлопья, скупленные в октябре 2021 года, гречку, которую они приобретали еще до пандемии и пшено 2019 года. Ну а рисом пока можно и не запасаться. На этом наш выпуск завершен. Друзья, ставьте лайки, если вы с нами, подписывайтесь на телеграм-канал, если вы этого еще не сделали. И желаем вам всем чистых полей, без болезней, без вредителей и поменьше сорняков. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok